Здравия желаю, уважаемые подписчики и пользователи, а также друзья, братья, гости. Сегодня мы продолжаем опыты по бесплатному и суперэкономному отоплению и освещению. Сегодня у нас опыт по БТГ бесплатному отоплению. Значит, комфорка, вот она внизу, на полтора киловатта. Значит, комфорка не спиральная, а вот в виде таких железных, это вы видели, современная. Но не катушечная, как в индукционке. Так, железные такие штучки из металла, не из спиральной, а из железа плетеная, металл. Далее, крышка от стеклокерамической, от старой плитки стеклокерамики. Так, далее, шим. Здесь можно и без шима, но та настраивать на шиме легче, он в тяжке снижает частоту, ибо он раскручен на полную. А для чего я шим поставил? Дальше будем проводить опыты с другой частотой. Здесь на полную частоту, но всё равно шим замедляет частоту. Так, далее. Реле Амрон. Реле Амрон. Значит, 0,1 секунды включено, 15 секунд откатывает ток назад. То есть схема отката тока. То есть берёт немного, но благодаря инерции сохраняет это на 15 секунд, не снижая тепла. И в это время откатывает ток. Вот смотрим. Смотрим на счётчик. Вот он. Видите, вот красная. Так стоит в углу. Вот сейчас вот возьмёт. Видите, чуть взял, вылез. И назад откатит. Нагрев этой схемы 50. Сейчас посмотрим. Так. Видите, где-то, 120 где-то градусов. 120 градусов. Максимально. Но она нагревается долго. Час не менее. Сначала она будет градусов 50, а потом нагреется. То есть подаётся импульс на спираль там внутри. Спираль. Спираль нагревает вот эту керамическую плиту. Она, значит, не успевает остыть. В это время ток отходит назад. Плита не успевает остыть. А в следующий раз плита ещё сильнее подогревается. То есть, чтобы ей остыть, надо не 15 секунд, а минуту даже с такого импульса. А дальше будем пробовать на импульс на секунду. Там должно быть ещё больше. Ну, вот сейчас до 100 градусов нагревается поле. А в дальнейшем будет сильнее. А сейчас я покажу схему. Значит, смотрите. 0,1 15 секунд. Это реле Амрон. Вот оно. Так, вот так схему. Пошире её сделаем. Так. Значит, смотрите. Вот сейчас видно, да. 1 десятая секунда, а здесь 15 секунд. Срабатывать реле. Шим. Ну, шим можете не ставить, в принципе. Это я поставил, чтобы потом регулировать на другие частоты. Это можно и напрямую. А можете поставить, что им всё-таки он даёт частоту. И комфорка, видите, вот в виде таких железок. Вот так вот, витые. 1,5 киловатта. А сверху керамическая плита. Нагрев. Вот вчера был нагрев 60, видите. Но вчера, видать, я меньше продержал. Значит, чтобы полностью получить нагрев, где-то до 100 он нагревается. Это не меньше часа. Где-то через полчаса только, где-то 50-60 градусов. Через час только будет 100. Но когда она прогреется, уже потом не остынет. Дальше. И всё. Вот это, значит, подали импульс. Тепло пошло в плиту, в эту, в керамическую плиту и накопилось здесь. За 15 секунд оно не остыло. А наоборот, когда отключили, оно больше стало какое-то время. Потом ещё дали импульс. То есть система работает благодаря тепловой инерции. Так как нагрев происходит, видите, 150 раз быстрее, чем остывание. Остывание даже, оно не остывает ещё где-то 30 или минута. Если за минуту остынет. Но мы не даём остыть. Если остывать, оно будет, это самое, потом не накапливается будет тепло, а будет, значит, на небольшой температуре. А так оно постоянно повышается. Вот такая схема. Благодарю вас за внимание. То есть эту схему можно применять. Я буду ещё её совершенствовать, чтобы она ещё сильнее грела. На другие, на другие эти самые время ставить. Сейчас пока, вот, значит, проверили её. Смысл её в чём? Смысл, то, что тепло, то, что тепло имеет большую инерцию. Нам достаточно подать 0,01 секунды, 0,1. Это у нас будет, сейчас вам скажу, 1,5 киловатта, это 1500, да? Разделим на 36 тысяч, 1 десятая секунды. То есть, видите, мы всё подаём 0,04, 0,04 ватта мы тратим, и обратно за 15 секунд его возвращаем. Всего. Так, как вы знаете, что тело сначала расширяется, разуплотняется, а потом сжимается, назад идёт. Так и здесь у нас. Тело, значит, у нас всего 0,04 ватта взяло, и назад пошло, оно остыло и вернуло. Вот такая схема. Благодарю за внимание, всем удачи и стального железного здоровья.